Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Итоговое повторение заданий 89. Диагональ прямоугольника равна 34 см. Начертим прямоугольник. Ну и начертим его диагональ. Она равна 34 см. Ну давайте стороны прямоугольника обозначим х и у. Периметр прямоугольника по условию равен 92 см. И нам нужно найти площадь прямоугольника. Ну периметр равен 92 см. Периметр это 2 умножить на х плюс у. Тогда 92 равно 2 умножить на х плюс у. Разделим на 2. 46 равно х плюс у. И отсюда мы можем выразить у через х. У будет равно 46 минус х. Стороны и диагональ прямоугольника образуют прямоугольный треугольник. А для прямоугольного треугольника мы можем записать теорему Пифагора. Квадрат гипотенузы, это 34 в квадрате, равен сумме квадратов катетов. Х в квадрате плюс у в квадрате. Вместо у мы можем записать 46 минус х в квадрате. Таким образом мы получили уравнение относительно х. И если его мы решим, то найдем сторону прямоугольника. Возведем в квадрат 34. Получим 1156 равно х в квадрате плюс 46 в квадрате. 2116 минус удвоенное произведение 92х и плюс х в квадрате. Перенесем все вправо. Х в квадрат плюс х в квадрате. Получим 2х в квадрате минус 92х плюс 2116 и минус 1156. Получим 960 равно 0. Можем разделить на 2. Х в квадрате минус 46х плюс… Плюс разделим на 2, получим 480 равно 0. Так, теперь остается нам решить это квадратное уравнение. Поскольку оно приведенное, а также второй коэффициент четный, то мы можем воспользоваться упрощенной формулой нахождения корней такого уравнения. Запишем число k, которое равно половине от 46 минус 23. Тогда х первое, второе по формуле будет равно минус k плюс минус корень квадратный из k в квадрате минус c. Это будет равно минус k 23 плюс минус корень квадратный из 23 в квадрате. Это будет 529 и минус c минус 480. Это будет равно 23 плюс минус. Под корнем у нас получается 49. И корень из 49 – это 7. Тогда получаем х первое равно 30, а х второе равно 23 минус 7, это будет 16. Так, это х, это одна сторона. Если х равно 30, то у равно 46 минус 30, 16. Ну и здесь тоже, если х равно 16, то у равно 46 минус 16, это будет 30. То есть мы получили одно и то же решение. Ну и теперь можем найти площадь прямоугольника. Площадь равна произведению сторон 16 на 30. И это будет равно 480 квадратных сантиметров. Осталось записать ответ. Площадь прямоугольника равна 480 квадратных сантиметров. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.